Ульяновские последствия снегопада недельной давности так и не решены. Повсеместно можно наблюдать большие нацепи снега и нечищенные улицы. Всё это создаёт массу проблем жителям города. Снег мешает проходу по тротуарам и во дворах, затрудняет движение и парковку машин. Из-за сужения основных улиц ежедневно образуются пробки, а люди часами добираются на работу и домой. Сугробы вблизи пешеходных переходов закрывает обзор водителям. На некоторых пешеходных переходах высота сугробов достигает двух метров. Водители едва успевают остановиться перед переходящими дорогу пешеходами. Жители города, мягко говоря, недовольны от бездействия городских служб. Горожане устали ежедневно писать жалобы и обращения. Снежные насыпи мешают проходу даже до магазина. Некоторые стараются лишний раз не выходить из дома. Я выходной день была в северной части. Ну идёшь как вот прям вот по сугробам, усилий. Много надо приложить, чтобы пройти. Пока же даже никуда выходить не хочется. Это не устраивает, конечно. Я сидел, людей сократили, наверное, не платить. Что им работать будет? Ждут весны, наверное, когда га растает. На очередном аппаратном совещании губернатор вновь отметил плохую работу по ликвидации последствий снегопадов, которые прошли ещё неделю назад. Темпы работ, как в Ульяновске, так и в других муниципалитетах, жителей не устраивают. Расчистить снег обещали ещё на прошлой неделе, но проблема так и не решилась. Хочу обратиться ко всем руководителям муниципалитетов. На прошлом штабе вы уверяли всех, что за неделю последствия снегопада будут устанены. Времени было предостаточно, но при этом жалоб на плохую расчистку внутри дворовых территорий, татуаров, муниципальных дорог немало. Особенно много обращений от жителей Ульяновска и Демитровграда. На прошлой неделе Алексей Русских поручил проработать вопрос с привлечением дополнительных машин для уборки. После поручения автопарк пополнился на 100 единиц арендованной техники. В своём отчёте глава города отметил, что в настоящее время на уборке дорожной сети задействовано на 300 единиц техники и 202 человека. Службы работают в круглосуточном режиме. Несмотря на это, трудности с очисткой и вывозом снега сохраняются. Глава города пояснил, что физически не успевают расчищать. В настоящее время дорожные спецслужбы задействованы на очистку дорог четвёртой категории, общественных пространств, очистку основных пунктов, татуаров, подходов к пешеходным переходам. Выполняется расширение дорог. Вывозы очисткой снега продолжаются днём и ночью. Как отметил глава города, чтобы полностью убрать последствия снегопадов, потребуется около недели.